МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...кворцов, которые заеду и могут улетать довольно далеко, те же синихник, обычно ищут насекомых рядом с домиком, прямо в вашем саду. Синихник отличается от скворечника чуть меньше. На фоне у нас Василий Вишневский. Об этих и других домиках мы уже неоднократно подробно рассказывали на канале. Маруся будет 9 апреля на ярмарке Белобока. А там вон черника ходит, курочка наша, она тоже будет на ярмарке. Вот. Ярмарка пройдет 9 апреля по адресу Тверская, 15. ...числены множество куда более серьезных врагов сельского хозяйства. Боже! ...и как раз розовые скворцы, естественная сила, которая может противостоять толчищам насекомых. Смотрим Вишневского через съемку с телевизора. ...загрязняющих окружающую среду. Очень хороший канал про птичек. Наконец-то. Кто-то еще писал, кто хотел... А, ну ладно. Мы с Марусей готовимся к ярмарке. Да. И с Ксюшей тоже. Но главное, что Маруся готовится к ярмарке. Да. Татьяна уже помылась даже. Даже помылась к ярмарке. За неделю до ярмарки уже помылась. Так что у нас будет целых две сороки на Белобоке. Да. Одна на первом этаже, а вторая на втором этаже. Поэтому заглядывайте на оба этажа, пожалуйста. Да, птицы будут на двух этажах. Да. Маруся – это голубая сорока. Они у нас не водятся. Они водятся немножко восточнее. Вот. Маруся, в отличие от Локи, это птица, которая не стремится тебя убить. Вот. На ярмарке Марусю можно будет почесать, но только специальной чесальной штукой. Скорее всего, мы возьмем какое-нибудь большое перышко, которым можно будет чесать Марусю. Пальцами, конечно, ее нельзя будет чесать всей выставкой, потому что, ну, как бы, это не очень хорошо. Вот. Но Маруся любит, когда ее гладят, так что... Так что вот. Можно будет прийти, посмотреть на нее, познакомиться с ней. А пальчик можно погладить? Нет, пальчик гладить нельзя. Ксюша меня нагружает рабочими вопросами, а я чешу Марусю. Так, все, не отвлекаемся, работаем, товарищи. Работаем. Чуть-чуть гладимся и продолжаем работать. Да, работаем. У нас очень, очень напряженная подготовка к ярмарке. А птички, они вот сейчас, вот кто зимовал у нас здесь в квартире, они сейчас поедут на ярмарку, вот, а потом с ярмарки поедут уже переезжать на загородную территорию, тоже в вольеры. Так что они, считайте, поработают и поедут в отпуск. Несмотря на то, что у нас еще очень много всего надо убирать, даже наши с Машей попытки разгрести немножко мусора, уже принесли свои плоды, и на территории стало чуть-чуть поприличнее. Я приехала, мне все очень рады. Мама меня спрашивает, почему ты все время ходишь в каких-то обносках? Ну, а как ходить в чем-то приличном, если ты приходишь, и вот что это начинается? Вот что это начинается? Здесь только обноски и носить. Вот, но на ярмарке я буду одета прилично, я даже буду с чистой головой и, может быть, даже в платьишке. Так что уникальная, неуникальная возможность вообще увидеть меня в приличном виде. Я вообще буду вам бессовестно рекламировать Белобоку все последние дни, потому что до ярмарки остается всего несколько дней. Ярмарка будет в Москве 9 числа по адресу Тверская, 15. Вход на ярмарку свободный. Форест, конечно, туда не пойдет. Он слишком велик для этого. Но там будут наши сороки, Локи и Маруся. Будет черника, которую все любят. Ну, что ты? Что ты? Что ты стоишь? Будет пипа. Вот, скворцы говорящие. Не знаю, будут ли они говорить на ярмарке, конечно, но... Сам факт, сам факт. Еще будет сова. Сова какая, скажу попозже. Я забыла сегодня поснимать эту сову. Ну что? Ну что? Что такое? Что такое? Еще на ярмарке будет много мастеров с изделиями ручной работы. Вот, и как бы если вы сможете прийти, поддержать нас, что-то приобрести, это будет очень здорово, потому что мы продолжаем сбор средств на строительство загородного стационара. И эта ярмарка, она приурочена к этому сбору средств. Ну и, собственно, средства, собранные на ярмарке, они как раз будут направлены на грядущую масштабную стройку. Форест запутался в ветках. Они нападают на тебя, Форест! Ветки нападают на тебя! Ветки нападают! Ужасно! Коварные! Смотрите, это переносочный апокалипсис. Это все то, что скопилось за зиму, пока у нас не было места, где это все мыть. Это наш грядущий субботник. Поэтому все, кто хочет к нам на субботник, я приглашаю, всех жду. Сейчас вот как бы у нас разморозился более-менее шланг. Вот, я надеюсь, что в ближайшее время уже наладится полностью водоснабжение по всему участку. И приступим как раз к масштабной уборке. Синицу из домика мы выгнали, к сожалению, синицы. Вот, а на ее место приехала ужасная, ужасная совершенно синица. Вот такая вот обшарпанная, ободранная, с лысой шеей. Надеюсь, что она перелиняет у нас. Но она не выпускная, так что у нее вон крыло сломано. Ну, пока будет жить в вольере. Вот. Ширна разлилась и съела дорогу основную. Вот, но мы сейчас раскатали дорогу через лес. Вот, как я и предполагала после того, как мы там неоднократно все проехали. Там сейчас шикарная дорога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Там сейчас шикарная дорога. Вот, поэтому проблем с тем, чтобы добраться до территории у нас сейчас нет. В прошлом году были такие проблемы. Кто обкакал мне весь рюкзак, а? Вот кто? Завхоз? Когда мы с тобой уже попрощаемся? Не скоро? Луп-луп. Выпустила и волк вольер. Возможно, еще рановато, потому что могут быть еще понижения температуры ощутимые. Поэтому надо следить за погодой. Вот, и в случае заморозков их забирать. Но, в принципе, они настолько ожиревшие у меня за зиму, что я думаю, что небольшое похолодание им вреда нанести не должно. Им еще сейчас здесь непривычно. Они давно в вольере не были. Они всю зиму у меня провели в теплом помещении. Поэтому они еще не сориентировались, где здесь что. Ну, надеюсь, сейчас пообыкнутся. Потом к ним же сюда переедет Маруся. Она в прошлом году с ними жила здесь. Как раз пройдет Белобока. И все, все птицы переедут на летние квартиры уже окончательно. Ну, и мы переберемся уже окончательно сюда. Потому что сейчас мы ночуем в Киржаче. И я думаю, что уже все мы можем перебираться за город. Тем более, что скоро начнется сезон птенцов. И возможности работать параллельно на двух точках у нас не будет. Надо будет вставать рано утром, кормить птенцов. И заниматься этим до вечера.